Привет, ребята! Сегодня я добралась наконец-то до дела, которое уже целый месяц, смотрю, хочу сделать. Но всё никак. Но вот сегодня нашла на это время. Мне нужно решить вопрос. У меня есть такой горшочек из землёй, который летом цветочек мне муж покупал в путешествии, когда мы были. И он почему-то пропал. Но хочу что-то туда посадить. Мне нравится эта форма горшочка. И у меня есть цветочки. Вот, например, вот этот цветочек очень просится, чтобы его пересадили. Я думаю, что для него маленький уже этот горшочек. И надо скомбинировать ещё что-то. Попробую сделать микс какую-нибудь экибану. Попробуем. Так, один цветок есть. Мне нужно ещё пару найти. Идём на улицу. У меня что-то там растёт. Сегодня на улице просто классная погода. Декабрьская перед новогодней. Хочу показать ещё. Я вот по весне купила себе в ведре и даже не пересаживала. Так в ведре оно у меня и стояло, зацвело. И уже почти готовы. Это такие, называется, камкуат. Я даже выговорить толком не могу. Они очень цитрусовые, маленькие. Вот такого они размера, видите? Как мандаринки маленькие. Мне нравится их кушать даже со шкурками. Я не знаю, честно говоря, даже их чистят или нет, когда кушают. Но я люблю их со шкурками кушать. Вот они уже почти созрели. Они позже, чем обычные мандарины. Обычные мандарины уже все, ну, осыпаются. А эти вот как раз у меня только созревают. Но, кстати, тоже нуждается это деревца в пересадке. Так как мы пока что не в своём доме живём, я не хочу его высаживать в огород. Но надо было бы пересадить его в горшок побольше. Итак, пошла я на свой участок искать, что мне сделать для моей такого комплекта. У меня здесь вот есть такие разные кактусы. И я, наверное, возьму сейчас детку от такого кактуса. Так, поищем, поищем, что у меня оно есть. Вот тут есть детки. Вот эти детки. Сейчас мы их выкопаем и посадим себе. Звёздочки такие. Они выглядят, что они колючие, но они такие приятные на ощущение. Так, этот у меня есть. Я думаю, что я сейчас пока что травку эту уберу. Уберём травку декоративную, остатки цветка. Разрыхлим землю. Она сухая здесь ещё сейчас. Я просто хочу посмотреть, как оно комбинация будет. Корни от того цветка прямо оставлю. Пусть они перегнивают и будет удобрением для следующих моих цветов. Не знаю, лучше от этого отцепить или отдельно вот тут у меня сидят. Возможно, я, наверное, выкопаю та, что отдельно. Будет легче мне посадить её. Так. Вот, если мы сделаем этот цветок. Мы зверски вырвем его с горшка. Этот цветок. И ещё мне надо сюда что-то. И идём к следующим цветам, что у меня есть. У меня есть один вариант. Вот это вот цветы, которые... Но как-то они не очень хорошо растут. Либо тут воды мало, либо, наоборот, много им попадает. Тут есть ещё с другой стороны. Но тут я как бы не вижу, чтобы они пускали деток, чтобы где мне выкопать. Идут основные корни. И я не вижу, что здесь взять. Поэтому я, скорее всего, возьму обычный плющ. У меня вот здесь есть плющ растёт. Как паразит. Посадил, можешь не поливать. И заплетёт всё. Так. Я выберу какой-нибудь отрусточек плюща. Маленький, молодой. И я думаю, что он будет хорошо здесь смотреться. Он будет разбавлять эти капли. Так, 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 так. Хочу молодой отрусточек. Хочу молодой. Не хочу большой. Хочу только, который вот где-то прихватился. Так, 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 так. Вот, например, ну... Ну, ну, если мне не нравится. Сейчас я найду подходящий и вам покажу. Так, вот, возможно, здесь вот эти вот. Сейчас я сделаю. Вот. Маленький, видите, только начинает. Я его сейчас вырежу. Оторву он тут от большого. Так, обрежем лишние корни. Вот, вот такой взяла. Сейчас ещё поищу. Берём сорняки. И ещё, наверное, один поищу. Так. Хочу показать, что здесь он у нас в Сакраменто. Этот плющ как паразит. Видите, он как к дереву очень крепко отцепляется. Держится, я его оторвать не могу даже. Невидимые корни цепляются за кору дерева. И он просто ползёт вверх. Вот, видите, его даже очень сложно... Это красивый очень листочек, но я его даже не могу оторвать оттуда. Вот такой вот паразит. Но я его хочу посадить в горшочек. Так, вот я ещё один нашла. Вот такой вот. Вот, камень какой-то. И сейчас мы его... Вот такой корешок у него выкопала. И сейчас, наверное, ещё один найду. Попробую покороче и попышнее найти. Что у меня получается? Вот так вот. Возможно, два отростка и хватит. Нет, всё-таки сейчас для пышности найду ещё один. Мне очень нравится вот тут частота листочков. Ну, вот росток там прикасается. Я сейчас попробую его отодрать. Что получится, не знаю. Зверски отрываем от дерева. О-о-о-о! Оторвался краешек! Жалко! Такой красивый краешек! Не буду его брать. Вырастет другой. А этот уже пропадёт. Ну, что же делать? Так, вот нашла. Этот хороший корешок мне нравится. Отрежу уже листик, который скоро умрёт. Вот этот тоже можно отрезать. И вот этот вот. Я тоже его укорочу. Сделаем вот так. Всё. Я думаю, что мне достаточно. Нальём водички. Размочим землю. Сейчас я немного скомбинирую. Не знаю, по центру мне пустить его или наоборот сделать. Вот так сбоку. Либо вот так. Нет, он будет теряться тогда. Наверное, по центру самое красивое будет. Выберу вот так вот. Вот такой вот дизайн. И посадим их. Ещё водички. Если надо будет, добавлю потом земли. Сейчас, видите, корешки уже пустил здесь. Уже лишний. Интересно, как на него сажали. Там просто как мочалочка такая. Может быть, её снять? Если у меня получится. Я сниму её. Как-то Семён Лайки купил этот цветок. Но он просто просится, чтобы его пересадили. Спасём его от мочалки. Хотя, наверное, она сохраняет влагу и тоже... Ой! Оторвало. Жалко. Но ничего. Она удерживает влагу возле корней. Поэтому я кусочек, возможно, оставлю. Возможно, оно даёт свой эффект. Так. Земля ещё не успела размокнуть. Я заранее не подготовила. Но ничего. Надо, я думаю, глубже. Ну, это, я думаю, максимум на год они могут здесь сидеть. Потом нужно пересадить. Может быть, даже через полгода. Потому что на три цветка будет тоже мало земли. Так. Сформируем. Красиво. Корешки все спрячем в землю. Так. Это от плеща. И вот этот мы тоже сюда посадим. Они тоже очень неприхотливые, растут. Ну, в наших условиях, где мы живём, очень неприхотливые цветы. Те, что я выбрала. Ещё водички долью. И потом добавлю немного ещё земли. Пойду. У меня на Бекерде классная земля есть. Я её сюда добавлю. Итак, цветочек у меня готов. Надо найти ему только место. Наверное, я его хочу вот поставить сюда. У меня здесь прачечная. И туалет, который на первом этаже. Так. Вот я, наверное, эту орхидею хочу убрать. Она у меня почему-то долго не цветёт. Не знаю, что сделать. Отцвели. Этот засохл стебель я обрезала. Но корни она пускает. От цветка стебель не даёт. Надо мне что-то с ним сделать. Вот на её место поставлю свою такую вот новоиспечённую экибану. Так. Заодно как раз хорошее время протереть раковину. Это знаете, как говорят. Говорят, зашла в туалет. Протерла раковину. Помыла унитаз. Помыла зеркало. Теперь хочу пить. Боюсь заходить на кухню. Вот у меня так. Хорошая возможность поставить. И протереть. Мне кажется, что тут она будет смотреться неплохо. Если этот цветочек будет сюда. Вот так вот. Сейчас я ещё протру, чтобы была чистенько. Горшочек от земли. И будет всё классно. Вот то, чем я сегодня занималась. Если понравилось, ставьте лайки. А теперь это то, что я делаю после того, как выключилась камера. Но я же сказала, надо помыть раковину, протереть. Заодно раз уже сюда зашла, надо навести порядок. Это то, что за кадром. Не должно показываться. Так. Это называется невидимая работа. то, что женщины делают. И никто этого не замечает. Петь, ставь тут музычку какую-то. Ускорь и поставь музычку. Петь, всё. Чисто по залу, к здоровью. Ну что, это из категории зашла водички попить. Один цветок сделала, а другой вот стоит он у меня давно. Забрала его у бабушки. Бабушка хотела выкинуть. Но я хочу попробовать реанимировать эту орхидею. Что-то у ней корни перегнили. И она тоже пускает только корни. Нету никакого стебля. Интуитивно, я так понимаю, мне нужно отрезать эти корни. Сейчас попробую поставить камеру, чтобы будет она у меня тут стоять или нет. Помощников у меня тут нету рядом сейчас. Так. Ну, дадим ей шанс. Её хотели выкинуть. Я обрежу все лишние корни. Ну, это не такое простое дело обрезать корешки. И надо мне кого-то позвать, чтобы мне подержали камеру. Мне нужно две руки. Что это ты делаешь? Ну, пытаюсь дать вторую жизни вот этой орхидее. Правильно, я не знаю. как с ней обращаться. Ну, где-то на интуитивном уровне вот я сейчас обрежу все плохие корни и посажу её этими корнями, вот, этими здоровыми корнями. Она почему-то пускает только одни корни и не хочет никак цвести. Поэтому, не сына, я уже нашла помощника себе. Папа согласился. Так, поэтому вот, я думаю, наверное, несколько корней нужно закопать и они из воздушных превратятся в земляные. Дайте-ка я ещё чуть-чуть очагну. секатора нет, есть только кухонные ножницы. Это немножко сложно. Вот так, чтобы не прищемить себя. Очень твёрдый корень оказывается в ней. получилось. Вот так. Наверное, оставлю сверху только вот этих пару корешков, а эти закопаю все земли. Смотрим, что получится. Если она мне зацветёт, я вам покажу и расскажу. А если не зацветёт, не покажешь, не расскажешь. Тоже расскажу, что пропало. Если вдруг она у меня пропадёт, надо будет земельки тут новой добавить. Сейчас я чуть-чуть и опять же оставлю, наверное, эти корешки старые. Какая тут земля. Вообще как-то она не странно посажена. Она должна в таки как опилки быть посажена. Какая-то совсем не земля, как будто, Да. Сейчас я туда своей земли досыплю. Эти все корни мы туда запустим. Вот так вот. Муж спрашивает, что снимать. Ну, хочешь, что хочешь, снимай эту грязную посуду, которую я ещё не помыла, а заняла с цветочками, понимаешь? Вот. Сейчас надо значить команду дать, чтобы мальчики помыли посуду. А хочешь, снимай цветочки. Это же для души, а посуда для бытовуха такая, да? Да, поставила сюда. Этот цветок скоро всего, скорее всего, отпадёт. Он начал желтеть. листик. Думаю, не страшно, что он касается земли. Вот там один корень торчит изнизу. Ну, посмотрим, дам ей второй шанс. Её хотели убить, посмотрим. Если она захочет жить, она будет жить. Не захочет, ну, чем ей помочь? Значит, не судьба. Значит, не судьба. Всё. Даём второй шар орхидеи. Продолжение следует...